Водолей 2024 год. И я приветствую вас, мои дорогие водолеи, на канале Таро Испирационы. Давайте узнаем, каковы подсказки карт, забегая немножко вперед, что лично для вас будет значить 2024 год. Мы в этом видео раскроем ваш мир собственности, то есть материальное благо может быть на конец 2023 года или начало 2024, и какова будет прогрессия, общение, общение в социуме, ваши отношения, родственники, друзья. Мы посмотрим на личную жизнь, на любовь, зададим вопросы, работа, творчество, карьера, амбиции, ваши достижения, неожиданности, с которыми вы можете столкнуться, что важно знать, а может быть, что скрыто. Выполним расклад, второй прогноз на колоде золотого Таро. Первая карта, как лицетворение, вас и 2024 года. Такой своеобразный через карты, как архетип, давайте спросим. Как видит колода золотого Таро, водолеев и 2024 год. Интересно, карта Иерофанта. Вообще, карта Иерофанта больше, ну, как бы по своей сигнификации, она свойственна представителям знаков зодиака, стихии Земли, такие как вот Дева, Телец, Козерог, когда все упорядочено, когда любой хаос выстраивается в какой-то логический порядок, и из иррационального создается какая-то система. Вот где-то вам придется, видимо, этому уделить внимание, мои дорогие водолеи. Почему я с этого начала? Ну, не совсем как бы мне так типично, чтобы карта Иерофанта выпала для водолея. Водолей, это все-таки в моем, по крайней мере, понимании, есть какой-то импульс, и скорее вы примете точку зрения из разряда иррационального или какого-то своего важного решения, нежели того, что требует, может быть, общество или какая-то система иерархии. Ведь по карте Иерофанта – это традиции, это может быть где-то законность, порядок. Это когда мы с учетом сложившихся обстоятельств, которые уже уложились в какую-то систему, может быть, систему последовательности даже. Но мы не идем против этого. Мы как раз это все уважаем, соблюдаем. По карте Иерофанта – это карта, либо когда мы учимся чему-то и открыты как бы миру, но это вам свойственно, это точно. И может быть, многие из вас как раз какие-то либо науки начнут новые осваивать, может быть, и ремесло, или быстро приобретать, например, сферу IT, да, вот эти самые скиллы, навыки, когда не обязательно сидеть по нескольку лет за партой в университете, приобретать специальность, а можно достаточно быстро, прохождением курсов и обретение этих самых навыков, и работать, и совершенствовать дальше. То есть есть такая возможность. Для кого-то из вас – это правда получение должностей, где-то удовлетворение собственных амбиций. для, если вы, допустим, да, учитель, преподаватель, то для вас тогда возможность построить карьеру, причем очень высоко по карте Иерофант. Есть еще такое значение, когда мы готовы учиться на чужом опыте, Иерофант все-таки, да, но это ведь еще и старший аркан, и будут, видимо, какие-то события для вас, водолеи, которые жизневажны и жизнеутверждающие. В целом, я бы сказала, вам именно надо получить должности, сделать карьеру, достичь чего-то такого, что вы всегда хотели по карте Иерофант. Это должно как раз и получиться. Но ритм этой карты – это нет какой-то синкопы, это именно размеренность, уверенность, надежность. И, кстати, материальное благо, забегая немного вперед, могу сказать, Иерофант нищий не бывает. Это соединение возвышенного и земного по этой карте как раз где-то идет. Давайте достану еще одну. И это обстоятельство, это вам как будто пространство, назовите, судьба, карма, словно помогает решать какие-то вопросы. Что еще? Ух ты! Еще интереснее. У вас как в сказке. Чем дальше, тем запутаннее. Карта Иерофант. Дополняется карта Император. Карта Император – это карта власти. Иерофант сам по себе, мы только что сказали, это где-то властная структура, или высокие чиновники, или это высокие должности. А по карте Император – это, безусловно, настойчивость, это мера ответственности. С двумя этими арканами нет ничего невозможного. Практически любой план у вас осуществим. Давайте перейдем к материальным вопросам, или мир собственности. Что для вас значит ситуация конца 2023 или начала 2024 года? А больше на сохранение, нам говорят. И по нумерологии это девятка жезлов. Девять – это всегда преддверие перемен. И нам говорят, девятка жезлов – это карта великой мощи. То есть силами у нас тут все в порядке. С продуктивностью, работоспособностью – тоже все в порядке. Но как будто эти силы нужно сохранить, или они должны быть потрачены на какие-то более высокие цели. И по девятке жезлов нам говорят, мы откликаемся или рассматриваем дела, вопросы, темы в двух только случаях. Как бы наш отклик идет или взаимообмен. Первое – когда нам что-то угрожает. Или второе – когда есть, опять же, какое-то либо дело, либо вопрос, либо то, что вас интересует. И вы словно можете просчитать вопрос прогресса. Давайте я достану карту, как это будет развиваться. Ну тут у нас король жезлов. Ну тут правда будет развиваться. Это карта харизматичного лидера, когда осуществляются наши проекты. Это то лидерство, которое мы никому не доказываем. И будет рост, видимо, вашей популярности, либо рост вашей экспертности. Есть возможность сделать карьеру. И, видимо, все-таки где-то больше через карьеру, или когда вы занимаетесь пусть своим делом, каким-то ремеслом, или вы чему-то обучаетесь, приняли то же решение, я буду менять работу. И есть та сфера, которая вас интересует. Потому что король жезлов, он занимается только тем, что ему именно нравится. И лидерство вот это харизматичное, которое он никому не доказывает, люди это воспринимают как нечто само по себе естественное, какой-то вот процесс. И, может быть, нам и говорят, сохраняй свои силы и все то, что у тебя имеется, потому что уже наглядно идет какой-то прогресс. И к вам приходит прогресс финансовый. Именно посредством должностей, вашей работы. Самый главный момент, что мы должны заниматься тем, что нам приносит вдохновение и радость. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Но в любом случае прогресс есть. Видимо, после какого-то определенного этапа, который либо вы будете замечены, либо ваше дело, либо вы как профессионал, специалист, эксперт, как будто начинает меняться ситуация, вы оказываетесь на выборе. Может быть, как раз будет что-то вам предложено. Я больше вижу эту ситуацию, когда либо по работе, да, у кого-то растет ваша популярность или ваша значимость, или вы как специалист получаете новые навыки, и, соответственно, где-то будет расти ваше жалование, оклад. И, видимо, после как-то поэтапно, ступенчато будет расти ваш материальный доход. Словно прошли один какой-то жизненный этап, переступили на следующую ступеньку. Или, пусть это теперешняя работа, значит, ну, вот какой-то или творческий подход, или, может быть, с элементом вдохновения, обновления, как будто не должно быть рутины, понимаете? Должно быть все время движение, как будто вперед и наверх одновременно. Давайте конкретно, что с деньгами? Вот у меня такой вопрос. Карта отшельника. Не могу сказать, что это карта на деньги, но это старший аркан, когда нам и не говорят, что денег нет. Здесь по этой карте нам говорят, что никто не мешает. И вообще это карта мудреца, к которым обращаются, правда, за советами где-то, как и по Иерафанту. Для отшельника важна идея, важен какой-то смысл. Второстепенно для него значение материальных благ, но по какой-то причине либо карты нам хотят подчеркнуть важность либо вашего проекта, либо работы, которая приносит удовольствие вам. Когда вы идете не уныл, понурив голову на работу, а когда вы приходите, может быть, в коллектив или приходите на свое даже место без коллектива, чем вы занимаетесь, и вам это приносит радость. Ну, какая-то вершина, как ни крути, вы чего-то добиваетесь. И опять же, нам не ответили на карту материального дохода. Чем же закончится год 24? К чему в итоге вы придете? По финансам. Вот, видимо, может быть, к концу 2024 года как будто ваши дела или ваше какое-то определение. Здесь ведь, понимаете, вот с этими картами, обратите внимание, сначала вроде как, да, карта, когда мы больше на сохранение действуем. Дальше у нас выпадает король жезлов. Это да, это уже статусная карта. Но после нее есть опять какой-то выбор, опять какая-то двойственность. После этой двойственности новая ступень у нас идет. Отшельник. Отшельник – это старший аркан. И что бы мы тут ни думали, но, как повторюсь, он где-то сродни Иерофанта. И он выше, чем король жезлов. И после этого нам говорят какой-то продолжительный проект, может быть, лично ваш проект, который будет служить нам лет на 20. По рыцарю Монет или рыцарю Пентакли, он один из самых медленных рыцарей, но он самый надежный, потому что то, что он делает, это уже наверняка. Он не промечивый, он не живет одним днем, он именно продумывает какую-то свою траекторию, видимо, пройдя какую-то ступенчатость по, может быть, по вашей профессиональной деятельности. У кого-то ведь это может уложиться намного быстрее, чем год, ведь это только прогноз. А у кого-то может и до конца года такая ситуация, когда вы будете что-то менять несколько раз. Может быть, на одном месте работы, а может быть, и разную работу. Вы будете как будто примерять ее к себе, но в итоге вы получаете то, что вы хотите. Причем то, что вам будет служить долгий срок, долгий период времени. Давайте мы посмотрим общение, окружение ваше, мои дорогие водолеи, с родственниками, с друзьями, знакомыми, соседями, например. Как будет строиться в 2024 году карта мага? У вас огромные возможности. Но, кстати, мы говорим про мага. Отчасти по магу энергетика как у отшельника. Для мага, ну, не в первую очередь важны какие-то материальные блага. Для него тоже важна какая-то идея. Вот, видимо, для вас идея. Посмотрите, у нас как леет мотив через все карты, которые я достала. Хотя по карте Иерофант, я сказала, Иерофант нищий не бывает, так и рядом карта император. Так вот, в целом, деньги есть. Я не могу сказать, что это какой-то куш, который мы получаем в большом объеме. И по этим картам, выпавшим, да и по магу, возможности неограниченные. По сути, это карта манипулятора, когда удается все. Если мы про окружение, значит, здесь вы тут как и хитрость какую-то можете распознать, так и вовремя где-то сманипулировать. Позиция больше где-то действуем из-за кулиста или держим нейтралитет. Никаких не должно быть препятствий для самого себя осуществить какой-то проект. А если у нас с окружениями есть где-то противостояние, это всегда есть помеха. Маг это прекрасно понимает. И он как будто ставит перед собой задачу, что мне никто и ничто не должно помешать осуществить мой проект. Или, если вы захотите, добрососедские отношения какие-то установить. И не потому, что вам хочется дружить, а тут как будто выгода какая-то есть. Или есть какой-то интерес. Может быть, это интерес по работе. Может быть, это и для достижений. Это как-то с коллегами связано. У кого-то с соседями. Потому что мы их тоже не выбираем. Но любой вопрос у вас получится решить. Но тут будет ваша экспертность. В том плане, что вы как, ну, словно человек какой-то другой касты. Все-таки маг это у нас волшебник, алхимик. Тот, которому практически все удается. Вы знаете, вы действительно будете вот этим харизматичным лидером. Неважно, какую должность вы будете занимать. Чем вы будете, в принципе, заниматься. Но вот люди оценят вашу особенность, мои дорогие водолеи. Вот ваша уникальность, индивидуальность, она в 24-м году будет на первом месте. Как для вас самих. Посмотрите, какие серьезные карты. Как Иерофант, Император и Карта Мага. Мне нечего добавить. Давайте мы тогда посмотрим. Любовь. Сказала бы так. Король мечей. Ваша карта. И не важно, что меня мужчины смотрят или девушки. Энергетика этой карты такова, что это рационализм, логика. Где-то похоже, да, на Карту Мага. Потому что холодная энергия. И где-то существует расчет. И никаких эмоций. Сказал бы на любовь. Ну, не про теплоту чувств. Мы сейчас посмотрим. Ведь это карта первая. Для кого-то может просто быть история, которая с 23-го года, а то и раньше, может быть решается в судах. Может быть какая-то история, которая со знаком минус, но не достигли взаимопонимания. И вам нужно что-то определиться. Для тех, кто в паре. И все хорошо. Опять же повторюсь, это ваша карта-сигнификатор. И это все в вашей власти. В какую сторону вы захотите развивать вашу любовную историю. Вот вы как будто и будете владеть обстоятельствами. Вы можете решить любой вопрос. Или ваш корабль совместной жизни. В каком фарватере вы направите. Ну, так он, наверное, где-то и поплывет. Для кого-то из вас, может быть, встанут вопросы с недвижимостью, с оформлением. Причем разным. У кого-то может и по имуществу быть, или по жилью могут быть вопросы. А для кого-то с какими-то документами связаны. Так тоже может быть. Уделите, в принципе, внимание, когда выпадает эта карта. По ней проходят узкие специалисты. И так в целом нам говорят. Если, хоть это мы и смотрим на любовь, но тем не менее, у кого-то вопросы личной жизни просто могут пересекаться. Так вот, если вы в чем-то не уверены, как будто лучше обратиться к специалисту узкому, тому, кто знает, к примеру, как в отношении вас работает закон, если это для вас актуально. И вам нужно узнать наверняка с чем-то не присчитаться. Все-таки нам здесь о логике говорят. И если у вас на повестке дня стоят вопросы, когда что-то вот меня беспокоит, значит, нужно не строить догадки какие-то, а обратиться конкретно к врачу и пройти, может быть, обследование, а не домыслами где-то жить. Наоборот, о себе что-то надо знать наверняка так же. Или даже дома вы делаете ремонт, если вы видите что-то, вы в каком-то вопросе, да, я не специалист. Вот лучше пригласить специалиста. Вот понимаете, вот этот рационализм, он и в малом, и в большом как будто должен быть. Почему-то вам выпадает на любовь, но, может быть, это касается где-то и личной жизни, или вашего отношения, или ваших планов. Давайте мы все-таки посмотрим, что в любви для водолеев. Тринадцатый аркан. Карта трансформации. И я могу сказать, не будет как прежде. Это не значит, что те, кто сейчас проживает в паре, что что-то будет происходить. Это могут быть где-то вопросы, вопросы, конечно, связанные с вашими родственниками, или родственники ваших близких, я имею в виду супругов, и, может быть, и вопросы наследства. Такое тоже у кого-то проиграется. Но это, в принципе, даже когда есть в паре взаимопонимания, все равно как будто будут изменения. Это не значит, что в какую-то сторону со знаком минус. Но, видимо, какой-то глоток свежего воздуха, или, может быть, это же старший аркан. Как-то складываются обстоятельства, когда тоже что-то вы надумаете менять. Для кого-то это будет означать переезд, а для кого-то из вас, ну, какая-то еще составляющая. Или что-то меняется у вашего партнера. Тут ведь банально может быть смена работы, смена графика работы, или переход, допустим, с работы, которая была в офисе, на фриланс, на удаленную, может быть, работу. И это тоже будет оказывать какое-то влияние в целом на вашу семейную жизнь или жизнь в паре. Или у кого-то релокация офиса, переезд куда-то далеко. Если вы в сложных отношениях, когда нужно, с чем-то определяться, вот какие-то перемены, трансформации будут. А если вы были один или одна, вот тоже происходит эта трансформация, в 2024 году вы как раз можете построить счастливую историю личной жизни и не быть больше одному или одной. Все зависит от вас. Но как будто пространство вам, вот, знаете, не позволит продвигать какой-то старый шаблон или действовать как-то по старинке. Здесь самому придется меняться, мои дорогие водолеи. Но я думаю, тут как раз за водолеем это не будет какой-то проблемой. Но давайте будем смотреть тогда, что еще нам по личной жизни подскажут карты. Знаете, самое главное, наверное, не сомневаться и не устраивать себе глубокой философии. Девятка мечей – это то, чего нет. Это карта ночного кошмара. И нам говорят, что страх или сомнение искажает реальность. Будьте в моменте здесь и сейчас. С учетом 13-го аркана нам сказали, не будет как раньше. Может быть, мы из какого-то как шаблона выпадаем или из стереотипа. А может быть, это вы, ваша личность, за счет того, что вы как будто в центре внимания будете. И правда, мои дорогие водолеи, Плутон переходит в ваш знак окончательно в 24-м году. И вполне вероятно, вы можете себя ощущать, как будто есть такое выражение не в своей тарелке. Вы можете как будто чувствовать пристальное внимание окружающих за вами. Объяснить это может быть сложно, но это ощущение, как будто люди меня рассматривают, меняя микроскоп на бинокль. Им интересна моя личная жизнь, им интересно, чем я занимаюсь, им интересны мои мысли, им интересны вообще, что я планирую осуществить. Вот где-то вот такое. И вас может подобный интерес, может быть, прежде его не было, он может вас где-то ставить в тупик. И вы начнете сомневаться в себе, а правильно ли я делаю. Тут ведь помимо того, что вы как в центре внимания, так еще и есть такой момент, что люди вам будут доносить свои мысли, а мысли будут разные. И мысли будут совершенно с учетом девятки жезлов, посмотрите, и девятка мечей. Перемены будут дважды. Мысли-то будут к вам ничего, отношения как будто не имеющие. Это именно досужие мысли конкретных людей с индивидуальным каким-то видением. Но есть, видимо, опасность в том, что как сплетни, например, какие-то послушать, или из-за какой-то зависти начать сомневаться в своей любви, в своих отношениях. Это ведь у нас на личную жизнь выпадает. Так вот, знаете, не собирайте в принципе кто что думает. Не приводите опрос общественного мнения, иначе есть риск запутаться. Вас как будто будут вот этот хаос из разноплановых мыслей людей может создать какой-то словно шумовой эффект, когда сложно будет определиться. Поэтому самое главное в себе не сомневаться, чтобы не нарисовать себе какого-то брака. Давайте еще посмотрим на личную жизнь. Вот действительно нам говорят, что пространство, вселенная, Бог, высшие силы не дают нам того, что мы не в силах как будто пережить, изменить, или как-то себя трансформировать. И у вас выпадает как и 13-й аркан трансформации, но у вас выпадает и аркан сила. Вот, видимо, через какие-то, может быть, и сложности нужно пройти своего рода, как закалить характер или разобраться в чем-то окончательно, может быть, убрать какую-то двойственность, сомнение, страх из вашей жизни. И, естественно, то, что уже к продолжению идти не может. Очень неконкретно, поскольку два старших аркана и единственное сомнение, ну, без сомнений, в течение года ни один знак не проживет, правда? Но, вот видите, трансформация, она даже затрагивает личную жизнь как будто. И ваша-то позиция очень сильная. Но, видимо, в зависимости от того, как вы хотите, как вы определите вашу личную историю, так будут и развиваться события. И по части личной жизни, как и по части достижений, отношений в социуме, вы в центре внимания. Посмотрите, в Адолее у вас выпало два старших аркана, одни из самых серьезных. Это карта мага и карта силы. Это, по сути, две карты манипулятора или когда все в нашей власти. И в то же время, тринадцатый аркан говорит, но не будет так, как прежде. Себя как будто перестраивать придется. Давайте мы с вами посмотрим работа творчества. Что для вас в двадцать четвертом году? Работа творчества. Ну вот еще раз про ваши энергии. Посмотрите, у нас здесь рыцарь мечей борется буквально с драконом. Ну, с драконом это год дракона, может быть, бороться и не нужно. Дракон это у нас как птица феникс, но надо сказать, что дракон уважает власть, уважает силу, где-то так вот в целом, да, если мы немножко обратимся к китайской астрологии, то, или восточной в целом. Дракон может быть импульсивен, но он где-то близок вам, мои дорогие водолеи, в том плане вы любите правду. Дракон тоже любит правду, но он не будет эту правду, понимаете, воспринимать как либо долгий какой-то проект, то есть если есть эта правда, то с ней надо что-то конкретно сделать и идти дальше. Или это правда, которая, мы ее принимаем, но мы ею как будто ее не тиражируем, как флаг какой-то не несем, мы переводим в какую-то конкретную плоскость. Вот, видимо, этот момент будет важен, поэтому насколько бороться с драконом, вот я к чему, точно с властью бороться не надо, у вас очень сильная позиция, вам придется уважать власть, и тогда власть вам откликнется добром и какими-то новыми возможностями, вот буквально так. Для вас может быть, если мы говорим работа, это ваше решение, я меняю работу, это может быть какое-то предложение, или по этой карте. Знаете, у кого-то может побудительный мотив быть такой, что по месту вашей работы, службы, деятельности приходит какой-то человек, а с ним приходят новости какие-то, и это будет побудительный мотив к тому, что каким-то образом вы измените направление своей деятельности, или, может быть, с этого начнется как раз ваш профессиональный рост. Давайте я посмотрю, работа, творчество, что еще? Есть тоже вот элемент ожидания, деньги в рост нам говорят, если мы про финансы, то есть все равно какой-то прогресс по финансам, хотя не такой быстрый, всему свое время нам говорят, может быть, отчасти это будет еще и означать так же прогресс, как должность получить, или достижения, личные какие-то амбиции, когда мы хотим выплатить в жизни, и все у нас реально, но для этого потребуется время, не будет какого-то голопа, наскоком какие-то вопросы мы не решим, нам придется взаимодействовать, как я уже сказала, с властью, уважать, уважать систему иерархии, через, если мы хотим чего-либо добиться, не прыгать через ступень, как будто, через голову руководителя, или через ступени, допустим, если чиновников мы пошли решать какие-то документальные вопросы, и тогда вот эта система, вот этот закон, он как раз вам помогать будет, как будто работать будет со знаком плюс в отношении вас, но и какую-то горячность, как будто она нам, ну вряд ли тут поможет, не настаивать на своем мнении, нам говорит эта карта, отступить полшага назад, лучший нейтралитет, дважды у вас выпадает, посмотрите, какие карты, маг и сила, это про дипломатию и нейтралитет, да и карта это иерофант, в самом начале мы уже с вами об этом говорили, хорошо, давайте мы посмотрим как раз саму карьеру амбиции, власть, достижения и выпадает карта скорости, да, может действительно либо с приходом человека, либо какой-то новости, вы будете принимать решение по поводу либо смены работы, либо получения новой должности, и как будто нужно быстро откликнуться, для кого-то из вас это может проиграться, допустим, ваш какой-то внутренний инсайт, который начнется с известия, которое вы услышите, может быть, кто-то будет рассказывать о какой-то организации, которая, допустим, формируется только, или требуется специалист, а вы как раз будете тем специалистом, так бывает, мы случайно слышим информацию, а она для нас потом, впоследствии, играет огромную роль, вот здесь нужно быть внимательному к мелочам, вот действительно выпадает нам карта Рыцарь Пентаклей, и нам говорят, мы не можем где-то, ну, так вот спустить с тормозов и не подмечать какие-то очень важные, существенные, пусть на первый взгляд кажущиеся пустяками вещи, но в последующем вот из этого мелкого чего-то, или на первый взгляд незначительного, можно простроить громадный успех, поэтому будьте внимательны, держите руку на пульсе, и если действительно дело того стоит, как раз по достижениям, надо быстро откликаться, ну, как минимум, если у кого-то и поехать, может быть, и разобраться на месте, это, может быть, переговорить, а для кого-то, как минимум, сделать телефонный звонок, давайте еще посмотрим достижения амбиции ваши, уход, видимо, от каких-то разочарований у вас должен состояться, потому что вот то сердце, которое болело, были разочарования, может быть, по-прежнему, либо месту работы, либо породу занятости, но эта карта, когда у нас вместо переживаний уже отболело, отгорело, и нас уже это не ранит, наступает здоровое, равнодушие, и это карта сильной позиции, это то, когда мы себя бережем, и не хотим повторить какой-то прежний печальный опыт, как будто человек закрывается, обратите внимание, в этой колоде карт, руки скрещенные на груди, как раз показывает о том, что я, если я оставляю общение, то только то, что мне необходимо, но это не с вызовом, да, как вызов обществу, нет, это просто нейтралитет, когда я не хочу каких-то прежних ошибок, видимо, для того, чтобы получить какие-то достижения, нужно не повторить какой-то печальный опыт, и вы будете его видеть, может быть, это будет связано с конкретным человеком, или похожая какая-то ситуация, как на дежавю из прошлого, для достижений, для карьеры, для получения власти, да, новых каких-то должностей, для вас это будет важно, что-то не сделать, как раньше, но нам и карта-то, пусть даже на личную жизнь выпала, но 13-й аркан, все равно все меняется, и нам действовать придется по-новому, давайте посмотрим, так что же ваши амбиции, а видимо в амбиции вам будет подталкивать решение изменить коренным образом свою финансовую ситуацию, как будто денег маловато, или по-прежнему месту работы было обещано больше, работа была выполнена, а что-то эквивалент как-то не соответствовал обещанному, и для вас где-то через финансы будет желание изменить свою жизнь, потому что очень хочется изменить качество жизни, ну хорошо, тогда каковы же будут достижения в итоге в 24-м году, но первым самым главным посмотрите, девятка мечей, под ней как специально ложится восьмерка мечей, продолжение тепмы, не сомневайся в себе, восьмерка мечей о чем говорит, не мешай себе, ты видишь то, чего нет, точно так же, обратите внимание, в девятке мечей человек закрыл глаза, он не видит, это ему кажется, он смотрит вглубь себя, по восьмерке то же самое, завязанные глаза, вот эта стужа, этот холод, это так кажется, потому что нет взаимопонимания, если не было на прежней работе, или какая-то ситуация не сложилась, ну как-то лояльно, хорошо, или душевно, по теплому, по доброму, ну и ладно, все равно идем вперед, мы не должны копаться где-то в каких-то сомнениях, понимаете, ведь люди могут провоцировать, вот в чем дело, специально могут, один будет лестеть, но задумает какое-то, ну такое мутное дело, и мы можем налезть на эту поддастся, и это тоже не гуд, или наоборот, для того, чтобы вас, у вас сильная позиция, вы в центре внимания, кто-то из зависти, может, извините, ляпнуть что-то, поэтому тоже до души это не берем, потому что девятка, как и восьмерка, это наши сомнения, они нам будут мешать, понимаете, поэтому какой-то прежний опыт мы не должны повторить, будьте магами, мои дорогие, у вас карты силы, что же мы получим, получится ли у нас именно какой-то проект, или что мы сможем достичь в конечном итоге, давайте я достану одну карту, достижение, но по карте башни, тут такие достижения, что мы в последний момент, как будто, как в последний вагон уходящего поезда, успеваем запрыгнуть и спастись, если необходимо, кстати, по этой карте вы можете оказаться в той ситуации, или может быть, это прежняя какая-то была такая, которая, это тоже обстоятельства непреодолимой силы, которые от вас не зависели, но может быть, что-то как будто разрушилось, это может вам отчасти мешать, а может быть, карта говорит, что если какой-то прежний опыт перенесешь в 24-й год, то какая-то история может повториться, хорошо, а если мы не переносим этот опыт, а будем действовать как маг-волшебник, вот в таких энергиях серого кардинала, какой итог вы получите, карта, смотрите, четверка мечей, карта паузы, когда мы приводим мысли в порядок, когда мы, правда, тут больше действуем, чтобы себе не навредить, по этой карте нам не говорят, что большой какой-то прогресс есть, больше, видимо, я бы так сказала, вот энергия есть харизматичного лидера, и вот эти две карты, которые, как и маг, как и карта сила, это больше, действительно, тот лидер, который признанный, но, в принципе, которому не нужны какие-то, может быть, высокие регалии, хотя я не могу так сказать для всех, потому что в самом начале карта Иерофант и карта Император, огромные возможности, но, видимо, если мы так вот в целом подвести итог, вы себе чем-то не должны навредить, понимаете, вам придется действовать скрыто, мои дорогие водолеи, и как только вы какой-то импульс или импульсность проявите, правда, вы можете, то, что вы строили долгое время, оно как будто может рассыпаться, не рискуйте собой, не рискуйте своей репутацией, не рискуйте всем тем, что вы уже достигли, в сторону увеличения только должно быть, вот действительно, как по девятке жезлов, либо нам что-то угрожает, либо когда есть какой-то просчитанный успех или тема, или есть куда развиваться, будьте более чем рациональны, успевайте отдыхать, это будет для вас важно, и именно важно, потому что нужно успевать приводить мысли в порядок, давайте мы узнаем, каковы же неожиданности, с которыми вы можете столкнуться, водолеи, в течение 2024 года, неожиданности, карты императрицы, кто-то влюбится, мои дорогие, кто-то реализует свой творческий проект, кто-то просто поменяет работу, профессию, может быть, не профессию даже, а сферу занятости, будете работать сами на себя, все-таки императрица это карта власти, у нас выпал император и императрица, и я могу сказать, вопросы личной жизни для кого-то будут очень важны, как будто не быть, вот тоже трансформация, быть счастливым, мои дорогие, и все в вашей власти, это в неожиданностях, значит вам действительно словно пространство и высшие силы помогают, поэтому, ведь помощь иногда это к нам приходит совершенно не тем путем, или не теми возможностями, как мы предполагаем, нам, мы можем не придать чему-то значение, а это словно ангел нам будет давать какие-то, знаете, как посылы, или подсказки, или какие-то возможности, опять же, а мы не придаем значения, потому что мы же себе что-то по-другому запланировали, поэтому быть очень внимательным в двадцать четвертом году для вас очень важно, потому что у вас очень серьезные арканы ваших возможностей выпадают, но вместе с тем, как будто есть и риск, что если либо настаивать на своем, либо где-то действовать, как раньше, мы что-то можем опустить, а в неожиданностях безграничные возможности, как и с нужными людьми, договориться, как обрести, ну я бы сказала, даже у кого-то покровители, у кого-то может быть в лице руководителей, союзников, когда вас будут поддерживать, и для вас эта поддержка будет важна, потому что вы, мы с этого начали, уважаем, как будто власть и ее иерархию, иначе, если не выстроить вот эту ось, вы и начальство, ось, вы и чиновник, если вы пошли оформлять документы, вы и представители какой-то законной власти, вот в чем бы ни была проблема, или вопрос, в каких бы инстанциях вы не решали, чем бы вы тут не занимались, у вас должно быть, как минимум должен, либо нейтралитет, либо, я не говорю, что это на короткой ноге какая-то фамильярность, но это о себе, как будто нужно быть магом, волшебником, создавать постоянно какое-то мнение, чтобы, вот вы заходите в кабинет, а человек улыбался и рад был вас видеть, и тогда для вас нет ничего невозможного. От взаимодействия как в социуме, как в личной жизни, как вот вы вообще выстроите вот эту конву взаимоотношений, будет зависеть ваше качество жизни, ваш материальный, как будто достаток, уровень и возможности в достижениях. Помните, в неожиданностях карта императрицы, именно в неожиданностях. Давайте мы узнаем, что важно знать, будем подводить итоги нашему, ну, достаточно непростому раскладу, что важно знать для вас, водолеи, на 24-й год, что ситуация будет часто меняться, и придется держать руку на пульсе. Карта говорит, что не делай больше одного шага за раз. По сути, все то, что мы сейчас говорили, и, в общем-то, по нескольку раз мы это проговорили на разные варианты. Сделал один шаг, осмотрись, оглянись, продумай, и только делай второй. И опять же, второй так же остановился, осмотрелся, и тогда только третий. Мы должны избегать мест скопления людей, там, где много вообще, вот есть такое выражение, да, если много людей, мы говорим, меня несет толпа. Вот вы как будто должны просчитать на пару шагов вперед, чтобы любая ситуация, она как-то вам не сыграла в минус. Не быть слишком самоуверенной, потому что по этой карте бывают те случайности, когда мы действуем именно с позиции мы в себе уверены. И тот, кто не в себе, я не про сомнения говорю, а про какую-то конкретную житейскую ситуацию, когда мы куда-то мчимся и можем буквально оступиться. У вас выпадает карта Луна, и выпадает карта Башня. Поэтому иногда это сочетание, я должна это озвучить, может означать травмы. То есть это не что-то глобально серьезное, а когда мы именно куда-то поспешили или были в себе уверены и вот словно оступились. Будьте внимательны, не рискуйте собой, мои дорогие водолеи. Где-то может и Уран тут с Плутоном, такие серьезные события планетарные, которые в 2023 году предшествовали. И частично будет продолжаться 2024 год. Там конфигурация Марса, то есть много таких планетарных моментов, когда нас словно подталкивать что-то будет неведомая сила. Не ускоряйтесь. Действуйте наверное как-то более в медленном ритме. Помните, что для вас мелочей нет. что скрыто может быть в течение года. Вы знаете, к примеру, вы можете вот по карте Король Кубков, вы можете удариться в работу или в какие-то личные достижения и начисто забыть про личную жизнь. Или наоборот удариться в личную жизнь и начисто забыть про то, что есть другая область и как будто уделить внимание своим желаниям, амбициям тоже стоит. Вам придется находить баланс. Нет чего-то скрытого. Но вот этот самый баланс на отношения финансы, когда вот эти две сферы жизни вам придется держать под контролем. Как отношения в социуме, отношения с вашими близкими людьми. Для тех, кто один или одна, у вас есть прекрасные предпосылки встретить человека, значит надо продумать себе тактику, каким образом это может произойти. Нет для вас чего-то несущественного, но важно, как и не спешить, так и держать все под контролем. Но быть счастливым задача такова. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, и будьте счастливы и любимы всегда. меседащие, на меседащие чтобы выделить Продолжение следует...